Дорогая? Нет. Уважаемая. А как вообще правильно переписываться с руководителем? Современное деловое общение почти полностью перешло в онлайн-формат. Бесконечные рабочие чаты, видеоконференции, личные встречи между сотрудниками и партнерами стали необязательными. Сегодня, чтобы устроиться на работу, достаточно нажать пару кнопок. Резюме с легкостью составит нейросеть, а вот мотивационное письмо придется писать самому. Сопроводительный текст, сопроводительное письмо, если вы все-таки его создаете, лучше всего фиксировать как три или четыре основных тезиса. То есть я претендую на должность такую-то, я считаю, что я молодец, я смогу, потому что две строчки, не больше я имею в виду, не нужно, потому что превращают в длинный абзац текста. И я там, условно, прошу дать обратную связь тогда-то, я был бы благодарен за ответ, если тогда-то. То есть некая завершающая фраза. И вот эти вот четыре-пять строчек – это максимум. В день HR-специалист обрабатывает десятки писем. Для того, чтобы выделиться, не стоит использовать смайлики, скобочки или знаки восклицания. Лучше напишите о своих достижениях или о количестве разработанных проектов. Сопроводительное письмо – это анонс вашего резюме. Можно сразу же в письме упомянуть о конкретных, как сказать, ценных фактах, почему вы должны заинтересовать работодателя, и он не проигнорирует ваше письмо, потому что резюме надо открывать и там его читать. О деловом этикете поговорили. Но что насчет социальных сетей? Там тоже есть свои правила. Не спешите строчить гневные комментарии или вступать в спор. Это может вам аукнуться. Интернет помнит все. Если мы говорим про те самые комментарии в социальных сетях, а надо понимать, с какой целью вы отвечаете, потому что сейчас много вопросов хейтят, а человек это делает не просто так. Потому что иногда бывает у людей такое, знаете, я сейчас это написал, у кого-то это проявился интерес, они зайдут на мою страницу, то таким образом они привлекают к себе внимание. Также стоит помнить, что сообщение в социальных сетях, как и деловое письмо, должно быть небольшим и содержательным. Не стоит писать полотна. Будьте краткими. Ваш собеседник это точно оценит.